Реальная экономика Мы зададим вопросы вице-президенту Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдису Домбровскису. Мы спросим его о том, как антикризисные программы ЕС помогают преодолеть назревшие между странами разногласия, в рамках которых отдельные члены даже поговаривают о выходе из Большой Европы. Начнем же с цифр и фактов. Итак, евро используют в 19 странах ЕС. Их компанию мечтают пополнить государство последней волны вступления. Особняком оставались и остаются Великобритания и Дания, сохранившие национальные валюты. Четверть мировых валютных резервов сегодня хранятся в евро. 60 стран и территории делают привязку прямо или косвенно своей валюты к евро. Давайте посмотрим, какую роль в управлении евро играет Европейский экономический союз. Европейский экономический валютный союз начал формироваться еще в 50-е годы прошлого века для упрощения системы проведения взаиморасчетов и платежей между вставшими на путь послевоенной интеграции странами. Его первое название «платежный союз» позднее претерпело изменения. В современном понимании Европейский экономический союз сформировался после подписания Маастрихских соглашений в начале 90-х и введения евро. Он стал неотъемлемой частью Европейского союза, обеспечив единую экономико-фискальную платформу для стран-членов. На практике это означает, что следующие страны-члены ЕС координируют свои действия в экономике и налоговой сфере, выполняют общие указания Европейского центра банка, во всех финансовых институтах зоны евро применяются единые стандарты. Функционированием этой сложной машины руководят несколько институтов ЕС – Европейский совет, Совет ЕС, Еврогруппы, страны-члены, Еврокомиссия, ЕЦБ и Европарламент. Участников много. При этом мы имеем вялую экономику – 18 миллионов безработных в еврозоне. От властей ЕС требуется и энергия и сплоченность. Одним из главных решений в посткризисный период стало совершенствование системы экономико-финансового взаимодействия. Что конкретно стоит за этим? Напомним, в прошлом году лидеры Европейского союза, Еврокомиссии, Европейского совета, Еврогруппы, Европейского центрального банка и Европарламента представили план по усилению экономического и валютного союза. Он разбит на два этапа протяженностью с 2015 по 2025 годы. Первый этап предусматривает повышение конкурентоспособности и структурное сближение с помощью действующих инструментов и текущих соглашений между странами. Второй этап предполагает окончание создания глубокого и реального экономического и валютного союза, который будет обеспечивать стабильную и процветающую систему для всех граждан государств-членов ЕС, входящих в зону Евро, и привлекательную перспективу для тех стран, которые захотят присоединиться к Евроклубу. Я рада приветствовать Валдиса Домбровскиса в «Реальной экономике». Именно этот человек отвечает в Еврокомиссии за евро и социальный диалог. Поговорим об этапе номер один плана. Пока никаких конкретных объявлений о запланированных преобразованиях, налоговый совет, страховании вкладов сделано не было. Хотел бы кое-что уточнить. Именно сейчас Нидерланды, председательствующие в ЕС, интенсивно работают над этими предложениями. Это касается совершенствования Банковского союза, включая систему страхования вкладов. Это касается идеи создания Европейского налогового совета. Работа над этим продолжается. Законодательные инициативы относительно внешнего представительства еврозоны в МВФ уже представлены Еврокомиссией. Насколько мы близки к достижению поставленных целей 2017-й не за горами? Именно так. Временные рамки поджимают. Итак, на саммите ЕС в декабре министрам финансов было поручено проработать эти вопросы и представить промежуточный отчет на саммите в июне. В случае необходимости в документ внесут поправки с тем, чтобы достичь консенсуса. Следующим шагом программы значится политический союз, о чем идет речь. Никто пока не давал четкого определения. Говоря о политическом союзе, мы имеем в виду усиление демократической легитимности процесса принятия решений в экономической и налоговой политике. Именно эта сторона становится поводом для дебатов. Ее часто критикуют. Означает ли это потерю суверенитета? Нет. Усиление роли национальных парламентов как раз говорит об усилении суверенитета, если хотите. Следует также упомянуть перспективу более тесного сотрудничества, обмена между парламентами в процессе принятия решений. Да, какое-то перекраивание суверенитета, перераспределение зон ответственности также произойдет. Главное, найти правильные пропорции. План действий понятен. Остается ждать, что он сработает, так как в противном случае разногласия между странами, стагнация, безработица могут привести к тому, что критика скептиков зазвучит еще громче. Всем ясно, дебаты о возможном выходе Великобритании из ЕС отчасти связаны с этим. Наш корреспондент анализирует риски, с которыми мы сталкиваемся в последнее время. Путешествуя по Европе, мы давно не думаем о границах, но в Барле мы буквально можем перепрыгнуть из одной страны в другую. Бельгийско-голландская граница проходит прямо через территорию городка. А потому вопрос суверенитета становится ключевым в повседневной жизни. Иногда в странах еврозоны, точно так же, как здесь, в Бельгии, в Нидерландах, возникают принципиальные противоречия. Чтобы мирно жить вместе и дальше, нужно достичь консенсуса. Для возведения Банковского союза еще предстоит потрудиться. Нужно доработать концепцию последовательного, скоординированного надзора. Надо также прописать функции участников союза, четко разграничить их функции в различных отраслях. Формирование политического союза, на мой взгляд, требует еще больше усилий. В этом сложном танце нужен дисциплинированный хореограф, ведь поиск баланса между целями каждого государства-члена в еврозоне — это единственный путь к консенсусу. Страны не хотят поступаться своим суверенитетом. Политические лидеры хотят сохранить свободу. Национальные парламенты не стремятся делегировать свои полномочия Европарламенту. Как быть? Решение этой проблемы выходит за рамки компетенции действующих договоров о функционировании Евросоюза. Действительно, чтобы укрепить экономический и финансовый союз, необходимо проработать и привести к общему знаменателю четыре главные составляющие — налоговую, финансовую, экономическую и политическую. Но страны по-разному оценивают свои собственные задачи в этих сферах. Это проблема структуры, устройства ЕС. Многие люди говорят, хорошо, мы предлагаем тот или иной вариант функционирования, так как в этом году он для нас оптимальный. Но они не мыслят в перспективе 20, 30 и 50 лет. Как тогда будет функционировать избранная ими система? Не даст ли сбой? За годы существования ЕС в сфере налогово-бюджетной политики не было достигнуто реального прогресса. Что касается строительства политического союза, достаточно посмотреть на нынешний кризис, чтобы увидеть, насколько мы далеки от идеала. К тому же любые перемены в основных соглашениях ЕС провести очень сложно. Для начала поправку должны утвердить все страны-члены на национальном уровне, на референдумах или в парламентах. Следующий этап — процедура уже на европейском уровне, чтобы сделать обновленный договор юридически обязательным. Пересмотры соглашений требуют принятия всеми государствами-членами. Более того, в некоторых странах необходимо провести референдум. Поэтому этот процесс очень сложный и проблемный. К тому же клубок сегодняшних проблем в ЕС — это не только финансы и экономика. Есть еще и внешняя политика, иммиграция, безопасность. Первым тестом готовности европейских граждан к усилению интеграции в Европе, частью которой и должен стать усиленный валютно-экономический союз, станет референдум в Великобритании. Время пошло. Вы слышали разговоры о том, что надзирательные европейские органы без зубы, что Совет по конкуренции не способен привести страны-члены к консенсусу. Эти учреждения должны быть консультативными, контролировать действия государств-членов в налогово-бюджетной сфере или факторы конкурентоспособности в различных странах, а также давать правительствам Советы. Однако принимать решения должны сами правительства, а законы — национальные парламенты. Вы думаете, государства-члены согласятся? Идея «Больше Европы» пугает людей, не так ли? Если посмотреть на работу экономического и валютного союза за последние несколько лет, то мы видим, что многие аспекты его деятельности действительно укрепились и расширились. Создание европейского стабилизационного механизма, создание банковского союза, усиление экономического и налогового надзора в ЕС, управление долговым кризисом в Греции — уместные примеры. И вообще стабильность еврозоны, как единого целого, не подлежит сомнению даже в кризис. Так что да, за последние годы достигнуто немало, и нам важно это признать. Разногласия в наших экономиках создают препятствия для развития союза, если мы не преодолеем противоречия, как мы сможем укреплять его дальше? К сожалению, на фоне финансово-экономического кризиса процесс приостановился. Но это же побуждает нас решительнее довершать строительство экономического и валютного союза сегодня. Будет ли учтена модель налоговых трансфертов, которые сегодня проводятся в Европе? У нас уже есть бюджет ЕС, у нас предусмотрены меры по обеспечению налоговых и других фискальных трансфертов между странами-членами. Кстати, о том, что это должно стать нормальной и постоянной практикой, говорится и в докладе пяти президентов. Все европейцы, в частности наши зрители, говорят сейчас о возможном выходе Британии из ЕС, о миграционном кризисе. Как вы убеждаете людей в необходимости дальше углублять интеграцию в Европе? Нам нужны крепкие экономические основы, чтобы противостоять различным вызовам, с которыми мы столкнулись сегодня. Это и наплыв беженцев, и проблемы безопасности. Мы должны также убедить наших граждан в том, что европейская идея дает им преимущество, что вместе нам лучше. Нужно, чтобы люди в собственных карманах ощутили результаты экономического восстановления. А британцы вас послушают? С экономической точки зрения, и Великобритании, и ЕС выгоднее быть единым целым. Выгоднее, чтобы эта страна осталась в составе ЕС. Вице-президент, спасибо за важный разговор, за ответы на наболевшие вопросы. Спасибо тем, кто смотрел реальную экономику. Всего доброго. Goodbye. Goodbye.